На этих кадрах, которые в сети опубликовал украинский военнослужащий Владимир Янович, жители Херсонской области, спасаясь от оккупации, пешком идут через поля в Днепропетровскую область. Без вещей и без машин, потому что прицельно работает артиллерия противника. А спустя полчаса российские войска открывают огонь. В поле начинается пожар, пишет Янович. 44 населенных пункта уже освобождены от российской оккупации в Херсонской области, сообщают военные администрации. Большая часть региона продолжает жить под временной оккупацией. В освобожденных селах российская армия тоже не дает людям покоя, не прекращая обстрелы, сообщает исполняющий обязанности главы военной администрации Дмитрий Бутрий. По его словам, в области не было ни одного зеленого коридора с первых чисел марта, ни на выезд, ни на въезд. Попасть на оккупированную территорию Херсонской области пыталась даже миссия Красного Креста, но российская армия развернула их на первом же блокпосту. Только благодаря волонтерам, добавляет Бутрий, удавалось провозить какой-то гуманитарный груз и иногда вывозить людей. На местное население оказывают постоянное давление. Это и введение рублевой зоны, и похищение людей, выдача российской гуманитарки под запись. Окупанты постоянно блокировали разные варианты выезда с оккупированной территории. Были же случаи, когда расстреливали мирные колонны гражданских автомобилей. Было уже много жертв среди гражданских. На сегодняшний день существовал только один выезд, но пока он перестал действовать. Это район Васильевки в направлении Запорожья. Это была более-менее безопасная дорога. Но сегодня россияне там тоже могут блокировать выезд наших граждан, а других путей нет, только через Крым. Дмитрий Бутрий, ИО, главы Херсонской областной военной администрации в интервью агентству «Униан». Так сейчас выглядят магазины в Херсоне. Основные цены в рублях, но есть и в гривнях по несопоставимому курсу. Килограмм конфет за 637 гривен – это почти 22 доллара. Брусок мыла – 340 гривен. А до прихода российской армии его можно было купить за 50. Вместо прежних магазинов – блошиные рынки. Гуманитарная катастрофа, жизнь бок о бок с российскими оккупантами, которые похищают людей с проукраинской позицией и запугивают остальных – это еще не все, от чего украинцы пытаются убежать, рискуя жизнью. Вот так выглядит пропускной пункт оккупанта в селе Васильевка, через который херсонцы пытаются попасть в Запорожье. Херсонский журналист Олег Батурина публиковал рассказ местной жительницы, которая выбралась через Васильевку спустя 4 дня ожидания и составила некую инструкцию безопасного поведения, чтобы выехать. Выехали мы из Херсона 12 июля. В Васильевке 4 дня. Сначала были 313-е, на второй день – 202-ми, третий день – 116-е. Наша десятка выехала 15 июля. Ночевать в колонии нельзя, ездили в деревню Скельки. Первую ночь ночевали в машине возле магазина, вторую и третью просились к людям. Хочу подчеркнуть, что орки – не украинцы. Им абсолютно все равно на нас, именно поэтому нужно держать эмоции при себе и не злить их. От этого зависит, как вы проедете и как проедут другие люди, которых просто заоблачно много в колонии. На вопросы, откуда и куда едем, на блокпостах отвечали, говорили к родственникам. Они спрашивали, а чем вам в Херсоне не нравится? Мы говорили, что в окрестностях там неспокойно и страшно. Если вам говорят, что вас не выпустят, то говорите, что вы слышали, что выпускают других людей. Жительница Херсона в интервью местному журналисту Олегу Батурину. Процесс эвакуации нескольких десятков тысяч людей с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей начался, сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Но, по ее словам, операция идет тяжело из-за блокировки путей российской армии. В свою очередь, украинские власти вместе с волонтерами пытаются всячески помочь соотечественникам выехать из опасных регионов на контролируемую правительством территорию. Надеемся прорвать блокаду в ближайшее время. Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В интервью итальянскому изданию «Анкронос». В конце июня Ирина Верещук призвала жителей Херсона, особенно семьи с детьми, эвакуироваться через Крым. Деоккупация области и областного центра Херсона неизбежна. Около 15 тысяч российских оккупантов готовятся к обороне, сообщил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Чем меньше будет мирного населения, тем проще и быстрее украинские военные смогут провести деоккупацию. Уезжайте, пожалуйста, потому что наша армия обязательно будет деоккупировать эти земли. Наша воля непоколебима и очень-очень трудно потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети. Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В эфире всеукраинского телемарафона. Ирина Верещук говорит, что жители оккупированных территорий Херсонской области не должны верить запугиваниям российской армии и могут пересекать границы через оккупированный Крымский полуостров. Как только херсонцы попадут на территорию третьих стран, им нужно обратиться в консульство любой страны или позвонить в украинское министерство реинтеграции. Власти третьей страны должны передать Украине информацию об эвакуированных и помочь им с документами. Украина же примет своих граждан хоть вовсе без документов, хоть с выданными насильно российскими паспортами. По данным Минреинтеграции, с начала полномасштабной войны России против Украины из оккупированных территорий удалось эвакуировать более 350 тысяч украинцев.